Адам, прошу вас. Уверяю, что делать покупки в декабинариуме абсолютно безопасно. Кого ты обдуришь, Ананда? Ну только не меня, я знаю, что тут что-то нечистое, и ухожу. Позор. А, сюда, друзья. Добро пожаловать. Ананда. Ананда. Рамбин. Ранат. Перед вами стоит мужчина, одетый в безукоризненно чистый выглаженный костюм. Когда вы приближаетесь, он кланяется, расплываясь в улыбке, и сразу же начинает тарабанить заранее заученную речь. Новое задание. Тук-тук. Найти способ проникнуть в декабинариум. Приветствия и поздравления, и все такое. Добро пожаловать в декабинариум. Необычный рынок. Не встречал вас раньше. Знаете, что декабинариум у нас под ногами. Глубоко под снегом. Доступ туда разрешен только тем немногим, у кого есть пропуск. Вы можете приобрести пропуск рядом со входом у наших многоуважаемых хозяев, армии монстров. Или, если испытываете недостаток в средствах, найдите авторитетного торговца и попросите за вас поручиться. Почему-то женщина ушла. О, просто недопонимание, уверяю вас. Недавно в декабинариуме были некоторые неприятности. Но ничего такого, что не могло бы угадить наши досточтимые хозяева в армии монстров. Уверяю вас. Делать покупки в декабинариуме приятно и безопасно. Вот декабинариум находится выше паскату. Он прикрыт машиной. Меня зовут Ананда Рабиндранат. Я манерит миссионер. Торговец и ваш покорный слуга. Меня уполномочили отвечать на любые вопросы, что могут у вас возникнуть. Мое почтение. Может поговорим о том, как попасть в декабинариум? Все просто. Чтобы попасть внутрь, вам нужен пропуск. Можете купить его у входа. Или найти известного декабинариума торговца и попросить его за вас поручиться. Чтобы он мог за нас поручиться. Любой торговец. Само собой, обычно их можно найти внутри декабинариума, а не здесь. В лагере, что позади меня, вы найдете тех, кто не теряет надежды, попасть внутрь. Возможно, вы могли бы помочь им, а не вам. И мог бы ты поручиться за нас? Мог бы, но нам нельзя слишком часто просить за посторонних. Чисто теоретически. Мы могли бы воспользоваться чужим пропуском? Чисто теоретически, да. Да, но те, у кого есть пропуск, будут защищать его даже ценой собственной жизни. Поэтому крайне маловероятно, что вам удастся воспользоваться чужим пропуском. Добавлен дополнение. Я слышал, что иногда люди передают пропуска членам семьи. Возможно, у вас есть богатый дядя. Время от времени в руинах поблизости кто-то пропадает, а другой получает его пропуск. Не стоит и говорить, что такие люди считаются чрезвычайно ненадежными и невежливыми. Мы хотим обсудить кое-что. Надеюсь, я смогу найти ответы, которые вам нужны. Мы разыскуем людей, которые Тайком проводят беженцев Колорадо Спрингс. Ты знаешь, где они? Им известно, что лучше держать язык за зубами, если не хватает учтивости. Поверьте, мне самому отвратительная идея о проводе людей контрабандой. С учетом этого, если бы... Добавлено дополнение незванное непрошлое. Если бы я не был таким осторожным, то посоветовал бы вам заехать на старую автостанцию на севере. Кто знает, быть может, там вы найдете ответ на свои вопросы. Впечатляющий костюм. Ах, спасибо. Так приятно встретить людей с хорошим вкусом. Поистине редкость в этих диких местах. Я пытался нести свет учения мистера Маннерса, тем в дикавинариуме. Увы, они предпочли, чтобы я возвещал слово «пороведное здесь», снаружи. Недомыслие, на мой взгляд. Но не мне сомневаться в поступках наших любезных хозяев. Портной мог бы пригодиться в штабе. Удастся ли убедить тебя присоединиться к нам? Вы, несомненно, люди с хорошим вкусом. Но приличный работник не покинет своего работодателя в такой момент. Не хочу вас прерывать, просто сейчас очень сложное время для дикавинариума. Друзья мои, идите внутрь и поговорите с Якубом Мартином. Или Дрябом. Как его называют? Когда угроз для дикавинариума минует, я с чистой совестью и с удовольствием присоединяюсь к вам. Соединись. Жаполис. У нас еще остались вопросы. Есть кто-нибудь на продажу? В таком случае я постараюсь изыскать ответы. Изыскать. Говоришь, ты манерит. Разве большинство манеритов не поселились на Западе? Ах, настоящие космополиты, понимаю. Действительно, манерит один из немногих, кому посчастливилось действовать под началом мистера Манерса, сторонника хороших манер в это отвратительное время. Большинство из нас живут в храме ангела, но мне понравилось путешествовать и нести людям слово. Мы, манериты, верим, что самообладание занимает второе по важности место после благочестия. Жить значит вести себя с изысканностью и грацией. Если интересно, я был бы счастлив предоставить вам экземпляр Святейшего Писания, книгу головокружительно-правильных манер. Можно получить экземпляр книг, который ты упоминал? Книга головокружительно-правильных манер, предмет получен. Пусть она поможет вам так же хорошо, как мне, и вы обретете свой путь к жизни вежливости. Важным видом он вручает вам экземпляр книги головокружительно-правильных манер. Толстый том безупречного письма. С обширными сносками и советами о том, как лучше всего служить невоспитанным. Можете еще что-нибудь рассказать об этом районе? Ну конечно. Прилегающая зона безопасна. Она охраняется армией монстров. Но если покинете ее границы, безопасность никто не гарантирует. Большего рассказать не могу. Ведь сам я не отважился заходить дальше. Армия монстров кто это? Это организация, которая следит за порядком декабинариума. Я слышал, раньше они вправду были весьма кровожадными. И есть страх по всему Колорадо. Рад сообщить, что в нынешней инкарнации они стали культурнее и цивилизованнее. Хотя им есть над чем поработать. Их возглавляет господин Якуб Мартин. Больше известен как Дряб, Жаракула. Человек, который вовсю пользуется своим положением и заправляет их местом с размахом. Хотя, как по мне, ему бы портного получше. Вы найдете в декабинариуме, поскольку он редко выходит оттуда. Так, мы еще вернемся. Если снова вам понадобилось, найдете меня в лагере. Так, в лагере. Так, тут уже какой-то взрывной прыгун бегает. Гараж. Похороним. Нападет ли он на меня? Да. Хочет напасть. Ну, если заметит меня до конца, то нападет. Там гараж. Ничего дельного. Можно их, конечно, убить. Можно их, кстати, убить. Еще один. Сеньор Бобл! Ты где, клоун? Свиньи проголодались. Жиротвой выходил. Поймал растяпу, который повернул не туда. Сейчас его привезу. Орале! Я сикачи приготовлю. Там еще взрывной прыгун. Стрелять, стрелять, стрелять. Сделаем. С вами снова Дежей Упокой. Все нас слушают. Это мелодия для тех, кто недавно влюбился. Надеемся, эта любовь не будет стоить вам много крови. Звучит классический хит. Можем играть пока. Бинокль, инструмент. С помощью этого бинокля можно оценить ситуацию с безопасного расстояния. Выживание плюс один. Инструмент. Выживание. Выживание тут тоже есть, по-моему. Да, вот краски. Улучшает вашу способность избегать опасностей на карте мира и справляться с дикой природой. Избегать стычек на карте мира. Так, ну, допустим, мы тебе просто дадим этот кулон, или что там было, бинокль. Чтобы он просто был. Надумная горилла. Из этой надумной гориллы кто-то недавно сделал замороженную горгулью. Явно в попытке отпугнуть незваных костей. Все заколочено. Но есть тайник. Больше здесь ничего пока. Так, а может ее можно это... Так, нельзя. А, значит, а потом... Весь мешок. Людоед Люк, жуткая кукла. Было в семье многовато детишек. Вот Люк и скушал на завтрак излишек. Дает бонус всем членам отряда телосложения плюс 15. Так, у всех прибавилось хп. На 15. Так, тут что-то... Льюис Теннерут. И куда это вы претесь, а? Входить в эту область разрешено только членам нашей организации. А вас я точно в первый раз вижу. Настоятельно рекомендую удалиться в соседний район. Сообщение принято. Это вы незаконно переправляете людей в Колорадо Спрингс? Мы расследуем сообщение о незаконном переправе людей в этой области. Точку. Это мы переправляем в город беженцев. И мы уже знаем, что 100 семей от этого не в восторге. Но нам плевать. Что эти трусы прислали вас, козлов? Так, добавим дополнение. Вас, козлов, передать нам их требования. А не пошли бы вы все нахрен? Приблизитесь, и мы начнем стрелять. Убедительно, в принципе. О, у тебя 255, 301, 206. Так, лагерь контрабандистов. Сейчас почитаем, что нам говорят. Так, тук-тук. Получить доступ к Дикавинариуму. Найти способ проникнуть в Дикавинариум. Мы доволись до Дикавинариума. Это огромный торговый центр, находящийся в занесенном снеговом гипермаркете. Нам придется сообразить, как попасть внутрь. Ананда предложил, предположил, что мы могли бы найти пропуск, если занимаемся исследованиями. Незваные и непрошеные. Награда механика. Как утверждает Ананда Арабен Дранат, контрабандисты могут скрываться неподалеку от старого скрытого паркинга. Он советует следовать дороге, идущей на север от входа в Дикавинариум. Мы нашли контрабандистов. Но они не только не соизволили прекратить свою деятельность, они даже не удостоили нас ответа. Похоже, придется с ними сражаться. Похоже. Ну, не сейчас. Пока еще посмотрим здесь. Вот еще есть у нас. Полутаем. Обезвредить взрывчатку. Да. Просто обезвредили взрывчатку. Грузовик. Маловато для грузовика. Ролик. Подпрыгнул. Подпрыгнул. Давай сальто. Делай сальто. Компьютер. Закладка. Игра сохранена. Здесь что-то. Друл. Добытая душа. Друл. Компьютер. Компьютер. Скрыть замок. Безуспешно. Требуется всезнайка. Это мы вскроем. Этих мы... Но они точно разговаривать с нами не будут. Что здесь вообще у нас? Цеплица. Тоннели. Плорадо. Отойдем. Посмотрим, что там. Велком. Велком. Доброго дела, дико набираемо. Агнц, не шалить. Пальчик армии Мольк, монстров. А типовый смитер, поговорите по интеркому с охранником у двери. Велком ту Бизаре. Бизаре это что-то типа безумия. Смотрите армии монстров. Я просто смазчик. Если вам нужно внутрь, используйте интерком. Интерком. А где попасть в дикавинарию, поговорите по интеркому с охранником у двери. Только он может вас пустить. Где вообще вход? Нападение на дикавинарию. Это кассета времен войны патриарха с армией монстров, случившегося много десятилетий назад. Слушайте сюда, рука Суи. Следующую сволочь, которая скажет, что мы проиграем эту войну, подвесит за яйца. Слышали? Не важно, сколько территории мы потеряли. В торговом комплексе есть только один ход. Пока мы его контролируем, Бьюкин до нас не доберется. Он со своей армией может съесть наружу, сколько влезет. Нам только нужно продержаться. Волку и ягнянку нужно разное. Рано или поздно Бьюкин ему придется договариваться. И тогда он сделает все, что нам нужно. Мы приближаемся к трейлеру. И прикрученный к нему динамик с треском оживает. Агнец пред дверью стоит. И какую жертву он возложит к двери монстров? Мы хотим попасть в дикавинарию. Агнец на верте. Хотя ладно. Вы мне задали прямой вопрос. Так что проехали этот бред с санкцием. Добавлен дополнительный тук-тук. Дикавинариум расположен прямо у вас под ногами. Десятилетиями заметаемы снегом. Единственный вход туда через ворота позади этого дома на колесиках. На колесах. А единственные, кто могут открыть эти ворота, это мы. Армия монстров. Если хотите попасть внутрь, нужно одной из двух. Купить пропуск или сделать так, чтобы за вас поручился кто-то из постоянных торговцев дикавинариума. Иногда мы впускаем тех, кто очень знаменит в Колорадо. Но такого уже давно не было. Ты разве не знаешь, кому такие мои рейнджеры? Не запоминающие. Прикольно. Мне это нифига не говорит. Но я вас поздравляю. Сколько стоит пропуск? Пятьсот долларов. Больше, чем должен, если честно. Но так и бывает, когда у кого-то монополия на припасы. Извиняйте, но за ладно. Ладно, хорошо, мы хотим пропуск, вот возьми. Так. Что если мы не хотим получать пропуск? Тогда вы не войдете. Эта дверь управляется изнутри. Так что будете болтаться там снаружи, пока не получите пропуск. Для хорошего. Не мерзните. Так, но мы пока внутрь не пойдем. Пока не пойдем. Так, там еще можно вниз сходить. Что-то спрятано. Тут тоже. Необиевый ствол, манипкатор оружия, изготовленный из редких металлов, устойчивых к коррозии и тепловому разрушению. Урон плюс 4. Хорошо. Так, надеющийся. Как только попадаю в дикавинариум, сразу попробую те знаменитые пирожки со свининой. Контейнер. Так, детка с капустной грядки. Коллекционная кукла с большой пластмассовой головой и телом из мягкой ткани. Берем. К вопросу о хороших манерах, избранной из книги головокружительно правильных манер. Книга головокружительно правильных манер. Глава первая. О надлежащем использовании этикета. Согласно всеобщему заблуждению, этикет – это средство подтверждения социального статуса за счет непосвященных. То есть он служит барьером, отделяющим нецивилизованных существ от тех, кто их превосходит. Разумеется, это в корне неверно. Этикет и правильные манеры – это клей, который связывает цивилизованное общество. И ради всеобщего блага цивилизованные существа обязаны обучать тех, кому жизни повезло меньше. Дорогой читатель, правильное использование этикета – это бальзам, способный успокоить дикого зверя. Ты обещал купить мне новое пальто, когда попадем внутрь? Конечно, цвет на твой выбор. Первым делом магазин кожаной одежды. Надеющийся. Придется знатно раскошелиться, но она того стоит. И микаты. Настоящий перед вами стол заставлен различными и коротно помеченными емкостями и инструментами для смешивания реактивов. Сейчас, смешать вещества наугад. Нет, не будем. Сначала поговорим. Берис Хендлер. Привет! Эй, привет, привет! Я Берис. Пытаюсь попасть в дикавинариум, чтобы продавать красители. Вы ведь тоже, да? В смысле, в дикавинариум хотите, а не краски продавать. Хотя, может, вы тоже краски делаете? Я вообще не против. Привет! Тебе что-то известно о ситуации с беженцами? Беженцы? Не знаю ничего такого. Ну, то есть, здесь все выглядят так, будто они беженцы. Вы нас видели? Халатина тут. Брррр. Спросите у Ананды. Это тот мужчина в шикарной одежде. Он часто выходит, проповедует о жилетах или что-то такое. Боже, он тут всех знает. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь получить разрешение на торговлю в дикавинариуме. Армия мусора дала мне здание сделать краситель цвета крови. А это непросто, потому что у всех свое мнение, и они не могут договориться насчет оттенка. Эй, а вы случайно не разбираетесь в красителях, а? С вашей помощью было бы намного легче. Я даже могу вам заплатить, хотя и немного. Мой стол для приготовления красителей вон там. Зачем армию монстров кроваво-красный краситель? Наверное, украшать что-то будут, или, эээ, даже не знаю. Я как-то не додумал спросить, если честно. Зачем все эти люди околачиваются возле дикавинариума? Эти вот? Они надеются, что кто-то продаст им пропуск, или поможет попасть внутрь. У дикавинариума свои правила, понимаете? Если вы неважная персона, которая может пригодиться дрябу, вас не впустят. Как-то так. Скажи нам про дряба. О, дряб, эээ, заветы дикавинариум. Он пуклый и дряблый, поэтому все называют его дрябом. Это не очень-то красиво, но дряб, кажется, не возражает вроде бы, я так думаю, но да. До свидания. До встречи. Так, нам надо сделать химикаты. Так, стоящий перед вами ствол тщательно подготовлен перец для смешивания реактивов. На каждой емкости помечено ее содержимое. Есть разнообразные инструменты для переливания и смешивания. Так, чудная наука. Начать смешивать вещества для нового красителя. Какое вещество добавить первым? Так, углевод, углевод, углевод. Понятно. У нас где-то была книжка по красителям. Стаскогрим и кислота. Возможно, тут. Красный. Так, красный. Надо переписать цифры. Я так не запомню их, наверное. 17, 14, 2, 2, 8, 2. 2, 2, 8, 2. Углевод, водород, азот, натрий, кислород, сульфид. Так, углерод, 18. Водород, 14. Добавить еще. Так. Или азот, или йод. Так, у нас там что-то было, 2, значит, азот. Что еще? Так, на 3, 2. Еще. Кислород, 8, и, веро, 2. Ваш смесь готова. Удача. Включить смеситель. Вещества вступают в реакцию. Кажется, она длится целую вечность. Но, наконец-то, смеситель выдает великолепный багровый краситель. Именно тот кроваво-красный цвет, что нужен Перис. Что вы сделали? А, аж божечки, он идеален. Спасибо, спасибо. Это значит, что теперь меня примут торговцем в Дикавинариум? Да, мистер Волчонок. Да, краситель выглядит потрясно. Добро пожаловать в Дикавинариум, Перис. Я сообщу охраннику у двери, что все в порядке, и он выдаст тебе пропуск. Огромное вам спасибо за помощь. Понимаю, что этого мало, но вот возьмите хоть что-то. О, теперь ведь я могу за кого-то поручиться. Если хотите попасть в Дикавинариум, просто скажите, что Перис Хэдлер вручается за вас. Тогда вас пропустят. Это просто. Ну, отлично. До встречи. Нас пропустят. Пальные мешки. Пальные мешки – экономный способ скоротать время в лагере в ожидании того, что удостоится доступа в Дикавинариум. Великий Гурн. Ага! Вижу, вы пришли издалека. И в конце пути вас ждет заслуженная награда, ибо вы стоите пред единственным и неповторимым правительством судеб и прорицателем истины, Великим Гурном. Ну, ничего себе, правда? Да, знаю, знаю. Вы едва ли можете поверить своим ушам и глазам. Но я воистину перед вами и готов прорицать вам будущее. Предскажи нашу судьбу. Мудрое решение. Те, кто не готовится к будущему, – просто клоуны. Для начала вы должны представить свой любимый цвет. Полностью сосредоточиться на цвете. Пусть цвет заполнит ваши мысли. Эстас готовы? Да, готовы. Вижу бескрайние волны. Ваш цвет – синий. Это не тот цвет. Прошу простить, я поторопился. Теперь же вижу. Вы плывете по луном навстречу красному солнцу. Да, вот оно. Вы думаете о красном цвете. Что-то не очень у тебя получается. Но, разумеется, это еще не конец истории. Это не синие волны под вами, это синий лед. И вы не движетесь к красному солнцу. Это красный огонь. Летит вам навстречу. Но после будет мир. И вот вы в окружении зеленых деревьев. Много зеленых деревьев. Должно быть, вы думаете о зеленом цвете. Ну, это верно. Разумеется, разумеется. Великий Гур никогда не ошибается. Образ вашего будущего проясняется. Теперь скажите, что привело вас в Колорадо? Патриарх выобещал снабдить нас ресурсами, чтобы спасти наших товарищей рейнджеров в Аризоне. Ах, благороднейшая цель. Образ становится все четче. Теперь мне нужно знать, ради чего вы прибыли в Дикавинариум. Но вы пытаетесь помочь решить вопрос с беженцами. Да, да, замечательно. Теперь все сходится. Внемлите же, ибо предсказанное мной может спасти жизнь вам и многим другим. Ваше благородное намерение приведет вас к большой опасности, но также и к большим возможностям. Прокатитесь на трехглавом козле. Ваша проблема стала вашим трамплином. Ловите момент. О да, видение проясняется. Теперь я ясно вижу, как вы стоите перед красным шариком. Красный шарик внезапно лопается, и вы стоите, залитые красной кровью. Остерегайтесь, остерегайтесь. Красный ключ от ящика. Это все, что я вижу. Ваш путь труден, мама Несс. Со мной говорили предельщицы судеб. Я должен дать вам этот ключ. Пусть он не пригодится. Для чего этот ключ? Великий Горн смотрит куда-то вдаль, нараспев произнося слова на незнакомом вам языке. Похоже, он не желает отвечать на ваш вопрос. Почему-то не в Дикавинариуме. Дряб просто ка... Каброн, который не распознает талант, даже если его ткнуть носом. Говорит, что у армии монстров есть какой-то механический предсказатель. Но как машина может сравниться с моей интуицией, моим даром, моей манерой? Такой дряб. Дряб уже много десятков лет командует армией монстров. И все это время он обрастает жиром и становится все дряблее. Хе-хе. Всего хорошего. Остерегайтесь красного шарика. Так, химката больше нам не понадобится. Можно еще смешать. Так, ну а если мы смешаем так же? Он теперь выделен цветом, теперь удобнее. Мне нравится наблюдать за вашей работой. Такой красивый оттенок красного. Ладно. Мне же все равно не перепадает ничего. Позвольте вас поприветствовать. Так. Есть что-нибудь на продажу? Разумеется. Так, сколько мне за тостер выдадут? Где наш тостер хлам? Столишь 50 баксов? Как-то и недорого. А, ну они не считаются хламом. То есть я когда продаю хлам, они не продаются. Потому что это типа дорого. Если я бартеру лучше, то я смогу потом продать это еще дороже. Окей, так, красный ключ от ящика. Ключ, который вы получили от великого гурна в лагере надеющихся. На одной стороне выигрывали на плава красный ящик, а на другой зубная фея. Так, тут больше ничего нету. Тренер. Охотник Ларри. Шестепалый Ларри. Здравствуйте, знакомцы. Меня зовут Шестепалый Ларри. Я охотник. Хотя вы меня, похоже, совсем без товаров из-за стали. Попугай рядом с ним противно кричит. Ларри старательно не обращает на птицу внимания. Интересный попугай. Он продается? Этот? Вам он не нужен. Этот попугай себя вести не умеет. Пару недель назад пытался ребенку череп продолбить. Но если настаиваете, придется вам самим с Поли говорить. Я никак на его поведение не влияю. Мы хотим Поли купить. С ним можно говорить? Ладно, дело ваше. Эй, Поли, слышишь, дружочек? Эти добрые люди хотят взять тебя к себе. Как тебе такое? Ларри, мой друг, мой кореш. Подойди, Поли же. Я покажу, как мне такое. Когда Ларри наклоняется, Поли сильно клюет его в нос. Вот черт! Черт! Вот так мне нахрен такое, Ларри. Мне такое, как сраное дерьмо. Не тратьте время на этого мудака. Говорите с Поли. Говорите с Поли. Поли хочет печеньку. Поли хочет, чтобы вы проблевались, нализавшись недельного дерьма с жопы мертвяка. Валите отсюда черкаши на толчке. Слушайте сюда, тупорые. Кто-то должен тут торчать и делать жизнь. Ларри невыносимой. Это моя работа. Я ее люблю. Ты слышал, Ларри? Пошел нахрен. А не лучше ли путешествовать по Колорадо и всем делать жизнь невыносимой? Вот черт. А вы правы, выкидыши клоуна. Вы, конечно, выглядите как гибрид кальмара и вульва с болячкой, но признаю, что насчет этого вы правы. Эй, Ларри, я ухожу от тебя. Ладно, платите и забирайте. Как по мне, вполне себе честно. Что скажете? 200 долларов. Атаковать. Не важно, ты такая сволочь в поле. Атаковать. Значит, нужно 200? Вот, держи. Эээ, с вами что-то не так. Но я вас уважаю. Вот вам попугай. И дайте знать, если вам еще что-то нужно. Да, наконец-то свобода. Ага. Ларри, Ларри, говнок. Говнатый кусок. Наконец-то я могу совсем искренне сказать, да пошел ты. Это бешеный попугай. Пернатый не любит волноваться. Уклонение плюс 5. Курочка. Это щеночек, комочек. Так, а этого с нами и не видно. То есть он бегает с нами, но его как-то и не видно. Так. Охотник Ларри. Лог бы попасть в Дикавинариум, чтобы погреться. Эй, Полли, как поживаешь? Без тебя использованная туалетная бумага намного лучше. Узнаю, Полли, по которому не буду скучать. Чем могу помочь? Почему тебя называют Шестепалом Ларри? Кто знает? На руках у меня по 5 пальцев, как у всех. Шестепал и Ларри поднимают обе руки и улыбаются кривой шаловливой улыбкой. Возможно, это связано с тем, что я хорошо владею руками, но я свои личные подробности не обсуждаю. Что-нибудь знаешь о катрабадист, который тут транзитом беженцев проводит? Только то, что они получают больше денег, чем я, козлы. А на ваш вопрос отвечу – нет. Я честный бизнесмен. И на преступников время не трачу. Вы лучше с Манеритом поговорите. Да, с тем в костюме. Он о местном криминалитете все знает. Мы хотели задать несколько вопросов насчет дикавинариума. Я не местный. Но спрашивать, что хотите. Может, я и помочь смогу. Мы хотим в дикавинариум попасть. Есть возможность за нас поручиться? Я? Не. У меня самого рекомендаций нет. Кто-то главный. Жрят Жракула. Дрят. После того, как патриарх проведил армию монстров, он возглавил ее остатки. По сравнению с другими диктаторами, он не так уж и плох. Нам нужно что-нибудь знать об этом месте. Нам нужно что-нибудь знать об этом месте. Дикавинариум. А раньше он другой был. А сейчас постарел и разжирел. Последние дни доживает. Легкая добыча. Поговорим на другие темы. О чем речь? До свидания. Увидимся. Надо попросить пишите ли глянуть мою пушку. Постоянно клинит. Так, охотник Ларри. Микаты. Ну, получается, вариант нам только либо идти. Можем внутрь, конечно, зайти. Можем в тоннеле пойти. Так, красный шарик. Красный шарик. Может, вот про это намел какой-то шарик. Здесь мы все равно ничего не откроем. Так, тут есть какой-то... Внимание, пендехоз. Нам сообщили, что на следующей неделе истальт у нас найдет второй за месяц. Это точно? Пинчет Татарадо. Наш мальчик все видит и все знает. Он говорит, что караван пойдет. Так что готовьтесь. Так, тут бы, да, бы как-нибудь... А, он без колес. Мобиль без колес туда не загнать будет. Мусор, мусор. Мамиль же и упокой. Ежедневная подборка фактов из фильма Ха-монстров. А вы знали, что фильм Побег из тюрьмы для психов снимался здесь, в Колорадо? В старой тюрьме Старо строгого режима. Это так. Вау. Ау. Звучит классический хит. Здесь, кстати, можно еще вниз пойти куда-то. Даже туда зайдет. Так. Прайду холос паяцус. Чем-то с ними дерется. Так, мишка. То есть нас увидят, нас, получается... Начнут палить по нам. Разговаривать с ними тоже бесполезно. Контейнер. А ты сюда идешь, стой-су-стой. Так-так-так. Так, ладно, тогда устраиваем бойню. Так, все садитесь. Не видно. Почему ты не хочешь стрелять? Я не видна. А, блин, поливи что ли? Бой начался. Ну, поэтому польнем. Так, клоны подморозили. А? А? Может. этот не попадет не попадает поэтому не попадает турель вообще далеко удается карбонист посвящение сегодня вечером в часовне приходить потом агрессию не пострадает слава вас бояться забиваем поле бьет без слов а бака клоун рано узи вам хлам так пробитый клоунский нос даже будь он по-прежнему цел в вряд ли бы халиво его надевать так домовая граната или попытанный клоунский парик надеть не сложно а вот снять облысить можно нос рик патроны кончились в принципе все собрали уже так снайперская винтовка 4 пиртуры как письмо лос паяться с учебник бланк армейского образца а на нем неровные каракули и печать с изображением клоуна факты о кенгуру отбили генератор отключить из-то для опыта и далее медикаменты больше ничего нету так а здесь сейчас будет идти мутанты какие-то клоушка лединовая милашка необходимый предмет для задания маленькая желтая уточка если нажать крякает ясно для задания какого-то больше пока вот эти далеко далеко ну как так марш странно бегают так я думал все я не ищу еще далеко он сколько их тут вообще ладно пропускаем засаду идем короче а а а Продолжение следует... 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 номер 109 небольшой ключ от складской ячейки на нем выгравлены цифры 109 шлем химтех вроде брали такое нет каждые 30 минут внутри шлема звучит компьютерный голос дающий отчет о вашем физическом состоянии отключить функцию невозможно броня плюс 8 до плечения плюс 15 так неплохо так и кого мы спасли кого-то спасли пропуск для входа в дикавинариум необходим принять задание ключ-карта дающий доступ и к винариум то есть можно было и так достать эти спас про него дикавинариум водитель дикавинариум тук-тук компьютер взломать ящик переход куда-то шприц медицинский дротик красный ключ от ящика это то что нам дал 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 предказатель так удар болит штурмовая винтовка болты с наконечником из динамита взрывается не сразу на секунду ожидания вполне себя оправдывает требуется 5 автоматическое оружие арбалетный болт болты боеприпасы а как еще парнуть кого-то острым наконечником большого расстояния так а урон 28 33 большой контейнер инструмент инструмент блокатор болевых ощущений время сознания плюс 2 сопротивление к риту плюс 100 киборг подключенный к стволу головного мозга компьютер реагирует поступление болевых сигналов в результате ранения реже приводит к потере двигательной способности бактейль молотова армейский огнемет патрона патрона деньги цилиндрический чок модификатор оружия чок просто цилиндр обеспечивающий более широкий разлет дроби кучный стрельбы плюс 15 так леса растяжка чтобы получить опыт хлам кроны так тут контейнер где-то он с другой стороны по пройти все по моему отсюда а так это это подожди контейнер мышь там были до плат игрушек то есть может он все или так использовать пропуск для входа и к венариум так нам пока туда мы пока туда не хотим у нас тихо на два пропуска получается нет у нас есть один пропуск дем и пропуск нету уточка какая-то резиновая милашка маленькая желтая у . если нажать крякает нажимает пропуск для входа и к венариум ключ карта дающий доступ и к венариум мы попробуем зайти через главный вход есть какие-то это вскрытие замков плюс 20 потеряли и нет у нас осталось и сильно хотела отправиться в тоннеле нет то есть у нас получается есть через тоннель мы можем попасть а здесь через главный вход не стоматолога теплица так вот что мы хотели еще до мы пойдем опыта соберем у нас еще ящики есть и уровень 7 должно быть крутое штурмовая винтовка как-то ничего особенного модификатор брони по ножа уклонения плюс броня так ладно мы пойдем на бойню за опытом вазон друг требуется замок успешный требуется все знака компьютер это что-то можно может как-то по-другому убить не нападайте пока на экране отображает сообщение пестицидная обработка теплицы состояние готовность желаете пустить теплицу пестицидный газ да слышится гудение электромоторов и стук насосов на экране отображает сообщение распыление пестицида внимание используется тактический токсичный газ ждите спустя несколько мгновений насос отключаются вы даже не это вам ничего что а нет вот по умирали все они все но умирают потихоньку ладно отойдем сюда и будем стрелять нам нужен опыт поэтому будем воевать астане не видно как это нас занимает а он уже сидит сколько он занимается поуды можно взять 4 он сейчас укрытие встанет не в счет но он принципе присел поэтому видимо можно она повышается наверно 6 не видно сколько будет опять поле отсюда выполним так как это у нас не тот 72 недостаточно воды а ну че что же снайперка вообще думал что вот это пойдет так 11 осталось ты тогда у нас жди у нас тоже ждешь у тебя 4 воды отнимает ты ни в кого не попадешь мазь максимум так это у нас стоит вот d4 засада подходим и в засаду вот тебе будешь 9 урона от союзника давайте поле налетай давай еще раз ты очень эффективно он собака самая крутая на 17 наносит 5 брони у нас пробитие 8 отлично мы можем урон там 9 9 9 9 10 9 9 9 детская так детка с капустной грядки коллекционная кукла с большой пластмассовой головой и телом из мягкой ткани дневник фермера учебник дневник в кожаной обложке покоробившийся и высветивший страница заляпана грязи почитаем 15 августа вниз ноги должны уйти глубоко в землю глубоко-глубоко так они говорили они говорили глазом божьим и бог был добр к детям брокколи он дал им милые лица и мягкие волосы зубы снаружи зубы внутри и раздутые их раздутые милых животов как ресницы у устриц нужно закопать им ноги а лицо повернуть к зимнему солнцу и о чудо дети брокколи расцветут 25 августа через неделю попробовал опять полить но это ничего не дало только куклы обледенели завтра еще попробую 15 октября теперь в их ногах правят службу службу черви мы наблюдаем прогресс 5 ноября два раза промыть одеть в нейлон обмотать шелком 19 января дети брокколи сказали полить их своей кровью полить их своим жиром несомненно это испытания но ночью превратились в годы а я не помню когда последний раз спал сил нет каждое действие изматывает ничего не осталось но они обещали что зима закончится если я сделаю так что они заплодоносят осталось совсем немного точно совсем немного 15 февраля появились листочки надо продолжать это все исправит в итоге он мертвый вазон тут и там вкопаны жутковатые куклы кажется будто они сами здесь выросли куклы 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 контейнер дети капусты кассета красиво расписана фразой последние слова у меня ничего не получилось ветер свистит в этом году постоянно идет снег дети больше не хотят со мной разговаривать лежат кучи в холодной земле бросили меня одного я сделал все что мог я ходил за землей поливал ее своим потом и кровью а теперь от меня осталось есть только сногбенные кости и пустые сожаления дети капусты проверили проверили меня и решили что я не подхожу пустилась тьма я прилягу рядом с ними в последний раз и увижу сон о весне которую уже не увижу понятно вообще он правопролитием занимался до тех пор пока не умер так у нас здесь было что-то спрятано я видел ракета противотанковый гранатомет урон 88-134 требуется взрывчатка 4 изначально рассчитан на один выстрел после изменения конструкции можно использовать повторно кстати так как это взрывчатка д6 мощный утяжелитель и груз модификатор оружия урон плюс 4 можно вместо рукопашки взять гранатомет так он требует взрывчатка 4 у меня есть урон стихиями урон стихиями полностью игнорирует броню врага стихийный урон бывает 4 типов урон электричеством огнем холодом и взрывом часто враги восприимчивы к одним типам стихийного урона и устойчивы к другим так пробитие 99 0 3 всего 3 ракеты что ли ну да мы их продавали так вот ракеты боеприпасы снаряды дают довольно мощный взрыв нужно только орудия чтобы выстрелить куда-то подальше от себя перезарядим сохранимся и проверим мощь мы же должны его проверить в деле правильно на ком? на своих на своих мы не можем проверить я пытался так манификатор оружия прицел шанс крита плюс 5 сюда полетят пули так ящик с патронами сейф там мы были 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 нет там мы не были куда попасть нет мы здесь были почему могли бы убрать если уже как бы открыл то могли бы надпись убрать повтор не нажимать повтор не нажимать тут есть чего больше нет знак полный бак пестицида труба судя по всему ведет в теплицу кролик может поговорить с кроликом кто-нибудь у нас умеет нори а уже есть питомец вот почему они не берут заговора животного персонажа уже успеваю прочитать да есть питомец да нори питомец у нас щеночек комочек скорость бою плюс 0 так а как тебя убрать хотя кролик зачем нам кролик курочка не нужен нам кролик грузовик вот этот у нас тогда не открылся почему-то сейчас то же самое мы пойдем через главный вход так как мы выбери приглашение от торговки мы пойдем через главный вход возможно они нам подскажут что делать с контрабандистами потому что если они нам ничего не скажут здесь больше вариантов никаких не осталось только вот в тоннеле еще интересно зайти будет вот но нам придется все таки идти с ними сражаться реально я хочу обойтись без этого ангел пред 2 а это снова перис хендлер говорит что ручается за нас что за перис а то с красителями но она сюда устроилась так что наверное можно дать вам пропуск сказать честно мне маловато платят чтобы мне было не пофиг прибав пневмопочты выплевывает пропуск скорее агнецы внутрь войдите но только там вы не шалите так это тоже туннель прежде чем отправиться надо всех собрать их собрать давайте давайте толпа бежим толпа бежим толпа якуб мартин или дряб жаракула нынешний предводитель армии монстров мартин и 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